1 января одни горожане потеряли бдительность, а другие этим воспользовались. Прогуливаясь мимо больничного городка, 61-летний нефтеюганец увидел открытое авто с ключами и не смог пройти мимо. Увидел машину с ключами, решил прокатиться. Вину злоу сознаете? Сознаю. 8 преступлений, из них 7 полицейские раскрыли по горячим следам, в частности задержали очередного молодого человека, делающего закладки наркотиков 2 января. По линии ГИБДД 17 аварий, к счастью, без пострадавших. Всего с 31 по 9 в дежурную часть поступило 400 обращений. В целом по происшествиям нефтеюганцы отметили праздничные новогодние выходные спокойно, но шумно, так как в основном все сообщения касались жалобы со стороны соседей на других громких соседей, ну и не без пьяных скандалов. Многие, кстати, на каникулах проболели, по городу ходит грипп. За каникулы медики зафиксировали 10 новых случаев только гонконгского штамма. Среди подхвативших вирус трое детей и одна беременная женщина. Зато меньше травм на горках. В связи с теплой погодой больше обращалось, конечно, как и детей, так и взрослых с явлениями ОРВИ, гриппа. Как отмечают травматологи, врачи-травматологи в этом году обращались с ушибами и ранениями именно с места общего пользования, где катаются на горках, гораздо меньше, чем в прошлом году. Еще один результат относительно безморозных каникул. Всего 5 случаев обморожений. Зато около 100 человек обратились к врачам с обострениями хронических заболеваний в связи с большим количеством выпитого. 3 января в связи с отравлением этиловым спиртом умер мужчина. 7 января еще один летальный исход. Правда, вещество, которое вызвало смерть нефтеюганца, пока неизвестно. Результаты экспертизы еще не готовы. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».